Итак, следующий наш фрагмент Откровение 12 глава с 10 стиха по 13 главу 1 стих Мы сейчас этот фрагмент прочитаем И услышал я громкий голос, говорящий на небе Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его Потому что неизвежен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего И не возлюбили души своей даже до смерти Итак, веселитесь небеса и обитающий на них Горе живущим на земле и на море Потому что к вам сошел дьявол сильной ярости Зная, что немного ему остается времени Когда же дракон увидел, что неизвежен на землю Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола И даны были жене два крыла большого орла Чтобы она летела в пустыню, в свое место От лица змея и там питалась продолжение времени, времен и полвремени И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою Но земля помогла жене и разверзла земля уста своей И поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей И рассверепел дракон на жену И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее Сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя С семью головами и десятью рогами На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохольные Спасибо Этот фрагмент можно назвать кратким изложением того, что будет рассказано в продолжении книги Откровения В оставшейся части этой книги Прежде чем Сатана продемонстрирует свою власть, которая описана в 13 главе Бог уже предварительно говорит нам о том, что он будет поражен в этой битве Начиная с 10 стиха, 12 главы, в этом фрагменте Бог утверждает, что Сатана уже поражен, он проиграл эту битву Бог также говорит о том, кто одержит над ним победу Бог также говорит о том, каким образом он будет поражен Обратите внимание на то, на очень интересный факт, что в 10 и 11 стихах Все глаголы использованы в прошедшем времени Бог говорит о том, что все эти события уже произошли Несмотря на то, что, по крайней мере, в момент написания этой книги Эти события еще не были совершенными Это очень назидательный для нас фрагмент, потому что перед тем, как будут описаны дела Сатаны, уже утверждается тот факт, что что бы он там не делал, он проиграл эту битву И фактически проиграна была эта битва уже в тот момент, когда Сатана был неизвержен с небес Об этом говорится в конце 10 стиха И мы знаем, что потерпел поражение Сатана не только в этот момент, но также еще и во время распятия Иисуса Христа И вот в 11 стихе говорится Они, подразумевается здесь верующие люди, победили его кровью Агнца Обратите внимание на 13 стих Обратите внимание на то, что когда дракон увидел, что низвержен на землю, он начал преследовать женщину Однако есть другие стихи, в которых ясно, что речь идет не просто о женщине Речь идет, что она символизирует целый народ Особенно, когда мы читаем первый стих 12 главы, где говорится о том, что жена появилась как облеченная в солнце Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд Вот эти вот образы, эти символы, которые здесь использованы, они очень похожи на те образы, использованные по отношению к Израилю в Ветхом Завете Не сомнения в том, что дракон — это сатана И мы видим в 13 стихе, что теперь он нападает на Израиль Израиль становится его мишенью Мы говорим о том, что Израиль находится под защитой Бога И с 14 по 16 стихи мы как раз можем с вами увидеть, в чем заключается эта защита Бога Здесь говорится о том, что жена улетела в пустыню Время, которое здесь написано, это 3,5 года Далее говорится о том, что сатана пытается уничтожить этот народ с помощью воды, которая была похожа как река, чтобы они утонули в этой реке Но дальше говорится о том, что земля разверзла свои уста и поглотила реку Не знаю, не могу точно утверждать, что это буквальное описание событий, то есть так, как это будет происходить Но вполне возможно, что и буквальное толкование подходит к этим фрагментам Для нас особый интерес представляет 17 стих, особенно к вопросу о том, кто же эта женщина Мы с вами говорили о том, что есть такая группа людей, которые считают, что женщина олицетворяет собой и Израиль, и Церковь Посмотрите на 17 стих Как описываются вот эти ее потомки? Они описываются следующими словами Сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа Обратите внимание на то, что Бог защищает душу верующих, а не плоть Автор имеется в виду Дело в том, что антихрист одерживает над нами победу в физическом смысле и имеет военное преимущество Потому что Бог дает ему эту власть и дает ему эту силу Однако вот духовной власти над нами Бог сатане не предоставляет А мы знаем уловки сатаны, мы знаем, каким образом он действует против нас Клеветник братьев не зря его так называют, потому что он обвиняет нас в грехах наших И он также обвиняет нас в том, что мы ничем не отличаемся от других людей А как же мы можем одержать над ним победу? Одиннадцатый стих Мы победили его кровью Агнца Это основание для нашего прощения Далее словом свидетельства мы победили его Конкретно это означает то, что мы не боимся и продолжаем уповать и верить в Иисуса Христа Даже если нам придется за это умереть А мы не боимся умирать Именно таким образом святые во все времена побеждали сатану Обратите внимание на то, что план сатаны, замысла сатаны В конце концов, какими бы они не были обольстительными или обманчивыми Они в конце концов все равно прославляют Бога Получается так, что это приводит к прославлению Бога А вот Божьи планы, Божьи замыслы в откровении, которые открыты людям, достаточно очевидны Они ясны и понятны И вот скоро мы с вами начнем говорить о том, какие были замыслы И планы у сатаны И увидим, что они не были столь ясными Они были завуалированными, замаскированными Потому что построены на обмане Можно увидеть, что это обман Но природу обмана не всегда легко распознать Чем упорнее сатана сопротивляется, тем сильнее проявляется Божья сила Очень многие люди задают такой вопрос Почему Богу угодно, чтобы верующие люди прошли через великую скорбь? Я думаю, что у Бога есть веские основания для того, чтобы оставить верующих здесь на время великой скорби А можно сказать, что Бог оставляет верующих на поле сражения сатаны, на его территории И мы сейчас с вами увидим тот факт, что Бог дает ему власть над плотью святых, то есть над нашей физической жизнью Но по Божьей благодати сатана будет, в конце концов, побежден Поэтому мы должны быть уверены, что когда мы читаем книгу Откровения И когда какие-то события, которые похожи на эти события, начнут происходить, мы не будем бояться И поэтому мы должны с вами всегда, читая книгу Откровения, и если мы будем свидетелями того, что вот эти вот события будут происходить Единственная реакция, которая у нас должна быть, мы не должны бояться То есть мы должны с вами понимать и фактически ожидать то, что сатана всегда будет противиться Божьему замыслу Но из книги Откровения, да, вообще из Библии целиком, мы с вами о том, что, мы узнаем с вами о том, что победа всегда на стороне Бога Сатана может быть выиграет какую-то битву, однако война будет выиграна Богом Большое дело начинается с малого пожертвования И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok